Сегодня солнышко. Это на замок. На самом деле вот здесь какая-то птица была. Причем в траве. Я ее случайно напугала. Ну не особо, но тоже слегка напугала меня своему плену. Но я перед ней извинилась. Я говорю, птица, извини. Я не хотела тебя пугать. Я даже не знала, что ты тут есть. Вот она. Ну в смысле ее слышно должно быть. Она так будто квакает. На самом деле совсем не квакает. Мои соседи по ходу дела протоптали дорожку, куда уже года два нельзя было пройти. Летом ибо никто не просил растительности. Дофига. Я хочу сделать этот круг почета, который давно собиралась. Из-за погоды никак было. И зайду туда тоже гляну. Все вон там в той степле. Очень хороший кипрей в этом году. Но он всегда там... Не знаю, что там есть вишня и пара колодцев. Но, так как один колодец уже так делали... Не помню, местности не подойдешь. Учите подходить. А к другому... Я даже не знаю, есть сейчас там тропинка или нет. Потому что эти хозяева, что делали тропинку, зимой теперь... Ну, сюда только на лето приезжают. Вот с этого года. Не брали воду обычно из того колодца. Если есть тропинка и как-то можно пройти. Я бы прошла... Нисколько из-за вишни, сколько из-за этого. Из-за кипрея. Сейчас у меня немножко собранный. Он как бы... Я его... Под унёдом он, короче, стоит. Хочу попробовать. Но уже засушивать было дома. Ну, в городе, в смысле. Хочу попробовать сделать классический славянский кипрей. Иван-чай. Я исты. Только камеру убрала, а там же я исты. Я истам от Татьяны. Из комментов, привет. Я истов. Татьяна уже восемь лет ждёт. Я исты. Ой, я потом поближе подойду. Попробую заснять. Ещё раз. Мне, оказывается, приближенно. Бу. Сейчас у нас солнышко слегка по ходу дело скрылось. Мухи летают. Рожопа с ушами. Цветка на цветок некоторые летают. Кстати, горизонт. Вот эта круговая дорога. Кстати, это водонапорная башня. С момента, как тут была ферма, я вот думаю, если тут кого-нибудь с умелыми руками и мозгами подключить, то можно, наверное, деревню водой снабжить. Я не очень далеко. И ему как бы фиолетово. Мух тут летает. Он, кстати, кто не знает, очень интересно разговаривает по стукиваниям таким. Не сразу поймешь, если не знаешь, что это. Ну и еще один круг по счету. Вот я свой круг сделала. круг по счету. Может, потом там где-нибудь пошарахаюсь. Ну, может, уже даже не сегодня. Сейчас вот... И вообще сегодня ночью случилась проблемка ожидаемая. Плохая, нехорошая, но внезапно ожидаемая. Как вот вы думаете, зрители, мимо проходящие, в смысле, мимо проходящие на канал случайно зашедшие, что лучше, что лучше, вложить чуть-чуть денег и сил материала и что-то отремонтировать, что-то одно. Или уже потом угрохать кучу денег, чтобы восстанавливать почти с нуля. Я думаю, что лучше все-таки немножко отремонтировать, а не ждать, когда придется все делать заново. И не думать, что кто-то захочет с какого-то бодуна, только потому, что кто-то с кем-то вместе тусит, по гостям шарахается, короче, гуляет, общается, приютить у себя на ПМЖ несколько ульев и людей заодно. Ну, я не знаю, что они там сейчас думают. Короче, в общем, была проблема. Я не спавший, потом ко мне явились незваные гости, но я их так, как они не очень вежливо явились, так я их не очень вежливо исправочила. Ну, не то, чтобы не вежливо, я их спросила, что вы хотите? Ну, типа, зачем пришли, с какой-то обилел какой-то. Просто так. А я на кровати в халатике под одеялом. Я говорю, знаете, заходите через час. Вообще, люди такие, у меня за штишок родился, конечно, его не записала, хотел записать, но что-то вот забыл. Суть такая, шок. Прошли как на тройке, но дверь, которую открываете, как бы люди нормально закрывают за собой. Пусть даже это калитка. на улице у палисадника, или типа того. Ну, и в общем, не очень я люблю такое. Общение. Вон там красная крыша, дом соседей, которые в четвертом году меньше месяца по были. Не татары, в смысле татарской национальности, я так понимаю, из Казани или еще откуда-то, где еще татары в России живут. Вон там первая крыша, это баня тех, которые уехали в прошлом году. Это дом их. Это сосед, который мне велик делал и давал, когда свой велик старый. Вон там рядом дом, каменный, ну, кирпичный на самом деле. Тех, которые приехали в это лето, но зиму уже не жили. До фермы. Это дома практически все с той стороны, кроме того, красная крыша. Я вот увидела там тропинку в прудом и решила пройтись. И сейчас подумала, что я тут, в принципе, уже траву кое-какую собрала. Пакетик у меня один порвался, нашла теплей, но он не совсем такой. Слегка простуженный, почти на две трети. Кстати, тот, который я сейчас, он у меня ферментируется, на самом деле, там молодые, первые листочки практически. Молодой, ферментированный кипрей будет. И вот я подумала, сначала, сейчас вернусь, там сделаю себе покушать. Придут, а нам, а что я тут? Травы уже никакой нет. Здесь я на велике прокатывалась. Даже в прошлый раз на автобус увезла кота с деревьей. Все, что можно, видела. Может, потом там попробую пройти как-нибудь если. Так хотя бы протоптать даже тропинку, чисто, на основе той, которая была, чтобы если возвращаться в субботу, то не делать такой большой круг. Ну, и думаю, сейчас вот вернуться и глянуть, что там у пруда. вот это там ферма, пруд, в котором ранее купались, а Лёля только ножки мочила, потому что там и листая дно, и Лёля плавать не умеет, воды боится, и вообще это Лёля. А еще иногда тут коровы заходили, сбившись от стада попить воды. Потом тут одни феерические существа стали стираться, мыться, какашками пиляться, и он как бы, ну, стал не очень пригоден для плавания. Ну, думаю, тут, может, рыбки живут. Раньше тут как бы еще и ловили этих рыбок. Давно я тут вообще не была, я просто вот увидела, что сосед, лягушка, видимо, тут как бы что-то шел с ведром и не поняла, вот, что там у него с ведром было в ведре. Думаю, вот смотрю тропинку, думаю, наверное, пройти. В общем, вот он, вот так вот, там, заводит такой, что-то типа, можно сказать, гуся, вот, бывают такие оладушки делаешь, и как вот кружочек еще головка. Два шарика. Или неполноценная восьмерка. в общем, овалы, там еще вот заводь такая была, и вот он так идет. Так вот. Просто давно хотела сюда подойти. А тут, может, как-то принесилась. Уже так вот не особо помнишь, что было. Там, не помню точно, может быть, уже нету, была какая-то постройка, но, судя по всему, что там вот сейчас этот слой такой ярко-зеленого откропилось, скорее всего, постройку, наверное, уже разобрали добрые жители, которые, возможно, возможно, которые здесь уже не живут, возможно, в смысле, те, которые тут здесь не живут, и там, в общем, были какие-то уже такие советские ржавые машинки, приспособления всякие сельскохозяйственные, и я туда, по-моему, за всю служинку до мелкой была, ну, может, пару раз с сестрами сходила, как-то вот даже мысли не было туда зайти, если честно. Ну, вот так. солнце отсвечивает, я навожу, хотя приближаю, но сама не вижу, что у меня тут снимается. Есть одна куполна попалась, нераскрытая, но вообще как-то поздно сегодня, по идее в июне они цветут. Ну, и отсюда тоже воду брали люди на умыться, на помыться. Мама, насколько помню, полоскала белье в ручье, который у нас там между домом и прудом течет, часть которого в ручь впадает. Ну, там как-то было в горке, ну, вниз такой, я боялась спускаться, насколько помню. Может быть, даже ни разу не спускалась. Сейчас там такие приличные заросли, хотя и раньше были такие же. Ну, может, не такие, но тоже заросли. Причем, вот такая вот часть деревни. Масиевского. Ну и вот, не знаю, можно, в принципе, заснять, пока я тут иду. Я хотела некоторые цветочки собрать, а потом подумала, пусть они тут растут дальше. Я, кстати, в резиновых. Моя, я что-то даже не пыталась искать, в прошлый раз не обнаружила. Может, куда-то убрали на очень видное место. Ну, и я хожу сейчас тут, которые, видимо, на все блоки. Ну, они мне чуть-чуть слегка велики. Бетло, она же Ива. Кто-то бросил фанчик. Что-то шла, видела, уже, что-то лежал. Может, туда еще кто-то ходит, помимо соседа с великом, который великовый мастер, скажем так. Надеюсь, все-таки не будет доехать, потому что я до Шалаева еще хотела доехать. Вот сейчас я уже, наверное, пойду к дому. Не буду делать этот круг еще мимо соседей по нашей линии в ту сторону к бывшему Гороховскому дому, которого уже как бы нету давно. Ну, там я осенью собираю шиповник. Еще там же сад у них был. Там калина выросла года два. Еще при бабушке, наверное, я ее собирала. В 15-м году, наверное, она тут была. И в 14-м я ее обнаружила эту калину. В том как-то не сложилось. В этом году даже на нашей калине я снимала. правда, еще не монтировала часть роликов прошлого приезда. Калина есть немножко. Я думаю, что там тоже есть. Там вот калина, потом как он назвать-то? Терна. В прошлом году я туда ходила, терна не видела. Яблоки даже дикие. И малина там есть. это надо такие чипы же. Надо сидеть тропинка, то можно пройти и может быть даже собрать. Хотя вот тут напротив дома Галкиных, где у нас стоит трубка телефонная. Не знаю, что ей пользоваться. Какие-то звуки она издает. Типа когутки или кто-то что-то набирает, хотя трубка висит. Это парад звонильный. Жетончиками. Главное, повесили в свое время. Тут парад звонильный по жетончикам, по карточкам. А где эти карточки и жетончики покупать? Мозга-то у государства не хватило. То, что тут деревня вообще как бы приличное расстояние от города. Я думала 40 километров козароса. 45, как мне родственники сказали. Ну и дорогу у нас, конечно, прилуцкую так и не сделали, хотя обещали сначала лето, потом середина июля. Июня, тут вот уже середина июля, а вот с иныня там даже никаких поток нету. Вот я на видео говорю, может кто-то посмотрит, что их проснется и таки все-таки начнут делать. Вот. Что-то я хотела еще сказать, но если я у меня убежала с этой дорогой. А вот у этого телефона и там, короче, малина дикая выросла, я ягодки 4 нашла. Вчера немножко сняла со своей, ягодок 10, наверное, потом дождь пошел. Несколько еще чисто так что-то в чашку, что-то в рот подумала, может потом красной снять и пока на морозилке стоит, а в городе уже сделать может варенье. У меня сюда привезут паночка варенья, в прошлом году делала, оказывается. не выделили, на самом деле было предлично. И красную смородину смешивала с малиной. Очень вкусно у нас, кстати, варенье получилось на самом деле. Я, пошли нам хорошие погоды, а? То вчера дождь, ночью дождь. Уже чертки сколько времени дождь. Да еще и капает теперь в избе на кухне. Я еще что-то так словила не знаю что, пойду по этой трепинке. Особо так я тут не ходила. И парной, наверное, так быстренько вещи собрала. Думаю, на утрешнем поеду, или на бережном, или на вечернем. А потом подумала, а что, ножи течут, в принципе, там как бы не сильно. Ну, неприятно, конечно, сам факт. Плитой я этой газовой не пользуюсь. Там на той комфорке ближе к умывальнику стоит кастрюлька. где-то еще течет, но оно как бы не смертельно, скажем так. Меня оно никак так не коснется. И я сначала так собрала сумку, а потом думаю, а что? В синях тоже течет. Кто-то когда-то, не будем тыкать пальцем, стищал снег лопатой и повредил кровлю. Это еще эта дырка образовалась еще при бабушке. И такая фишка люди, вот что лучше ходить на кладбище к человеку часто, часто, уже когда он умер, от этого человеку не холодно, не жарко на самом деле, потому что человека уже нет, не восстанет и не скажет типа спасибо вам, ну, если только призрак какой-нибудь придет. Или выполнять небольшие поручения, маленькие желания этого человека при жизни. Человек неприхотливый был, скажем так, и суть бегать на кладбище и сетовать потом, ох, я столько времени не посвятила, посвятила не тому, другие приоритеты. Короче, в общем, получается так, что не всегда те, кто вас окружает, разделяют те же приоритеты, что и у вас. Ну, или не всегда их приоритеты именно таковые, которые должны быть и потом с человеком случаются какие-то проблемы, вообще говорю о людях, то даже вот бывает, что возвращаются к чему-то, не факт, что это что-то еще живо, существует, действует. Считаю, что надо все-таки как-то более правильно расставлять приоритеты, ну, или обращать внимание на то, что было важно, допустим, в детстве. потому что есть шанс, что то, что было важно в детстве и не важно сейчас, на самом деле чуть более в приоритете, чем то, что приоритетен на данный момент у человека. Говорю загадками. Ну, наверное, отрублюсь, причем я пойду вот по этой тропинке, она как раз вот наискосок выведет к дому соседа, ну, или можно туда к другим соседям, ну, как бы мы сейчас не в таких дружеских отношениях, когда, допустим, были в детстве, чисто вот соседи, да, здравствуйте, до свидания, даже просто здравствуйте, здравствуйте, это как раз у тебя соседи, которые вот через этот год проходили к тому колодцу, где вишенка растет, кепрей. Так что, ну, и чтобы избежать лишнего общения, лучше я пойду чисто по диагонали ближе к дому. Вот такой пятый день у меня. Вообще, на самом деле, сейчас около двух часов дня, наверное, телефон у меня в сумке, в чехле для камеры сейчас находится, солнышко выходит, может быть, дьявол меня услышал, хотя тучища такая вот, может быть, ее, надеюсь, принесет. Мне родственники говорили, что у них уже за неделю, я так поняла, два раза был град с грозой, у нас просто гроза, вот я вчера попала под грозу, когда тетя Валя ехала.